Добрый вечер! Добрый день! Доброе утро! Доброй ночи! Я не знаю в какой момент времени вы смотрите вот это вот вот это ну я вас приветствую в любом случае я очень рад что вы снова здесь а я снова там или наоборот что я здесь а вы там да я вас благодарю за то что вы пишите комментарии за то что ставите лайки да я узнал что это важно оказывается так что продолжайте я благодарен и за то что материально поддерживаете канал это очень приятно и радостно мне да ну и напоминаю существование плейлистов потому что продолжаются просьбы показать ту или иную пластинку зачастую та или иная пластинка уже показана потому что очень много роликов уже в интернете гуляет да и посмотрите плейлисты может быть там что-то найдете интересное ну а я тем не продолжаю и если вы хотите что-то увидеть то напишите если пластинка окажется в моем доме то и с удовольствием покажу а сейчас я хочу вернуться не то чтобы в прошлое то что прошлого никакого нет также как и будущего нет как спел джонни ротан да все время есть только здесь сейчас настоящее и все прошлое все будущее она находится одновременно вот тут с нами рядышком это я про woodstock неожиданно подвожу да неожиданно перескочил we are children of the woodstock nation спел ройна столд на первом альбоме своей замечательной группы the flower kings 1995 год я обожаю эту пластинку много много лет ее слушаю и она меня очаровала просто в момент появления момент появления компакт-диска потому что на виниле как здесь написано она вышла только в каком в каком году она вышла в 2022 а пластинка после запись 95 мне не попадался никогда винил the flower kings вышедшие ранее я подозреваю что на виниле не выходила это вещь ну это дали масти ремонтированное издание сам столд его ремонтировал 2022 год а компакт-диск у меня валялся наверное где-то ну вот как он вышел там в девяносто пятом году так наверно в девяносто шестом девяносто седьмом где-то он у меня и появился я вообще все компакт-диски у меня были the flower kings удовольствием их слушал сейчас все их куда-то раздал раздавил и собираю виниловые версии они выходят стол так выпускает периодически и почти все по моему уже вышли на виниле так что очень хорошо back to the world of adventures называется пластинка и она шикарно предыстория всем известно тем кто любит flower kings все это знают что столд с детства играл на разных музыкальных инструментах начинал как бас-гитарист потом увлекся сложным роком переключился на гитару играл в группе кайпа шведской очень интересные у меня пластинок нет кайпы ну сегодня не охватишь это невозможно но я слышал даже на радио крутил как-то когда на радио работал потом он из группы кайпа ушел и ушел он дай бог памяти чуть ли не в семьдесят девятом году из кайпы нет нет ни в семьдесят девятом конечно позже где-то восьмидесятых но неважно он собрал собственную группу которая называлась фантазия с ним выпустил какое-то количество альбомов то ли два то ли три после чего выпустил сольный альбом тесно ему стало в рамках этой группы фантазии не помню фантазия называлась и там как пишут пошел какой-то крен в мейнстрим совсем в такой коммерческий и столт решил двигаться своем направлении выпустил сольный альбом который назывался the flower king и альбом такой стал пользоваться популярностью бешеный что ничего стол то не оставалось как собрать концертный состав и играть материал из альбома the flower king сольного но распирала изнутри то распирала творчество да бороду сбрить можно а умище то куда одевать и распирала его и в это распирание привело к тому что группа была образована после выхода сольного альбома стол то была образована группа которая стала называться the flower kings и это в общем первый альбом the flower kings который вышел до сольник вышел в 94 а этот вышел в 95 стол то очень быстро записывает альбомы в год по двойнику а то и чаще бывает и flower kings достаточно много пластин конечно я их собираю еще не все собрал но большая часть у меня уже есть и вот этот альбом и так меня потряс потому что с одной стороны это ну это позиционировалось как прогрессив рок до такой сложный современный прогрессив рок и я этой беды наслушался очень много этого самого прогрессив рока и когда впервые столкнулся ночь поставил компакт диск ну сейчас прогрессив раз и что-то совершенно другое совершенно другое потому что музыка стол то музыка the flower kings она она какая-то она с одной стороны то есть не с одной стороны она очень сложная она высоко техничная виртуозная грандиозная но без пафоса абсолютно без без нарочитого к без она не дидактично не дима не демонстрирует мастерство музыкантов такой вот как бы не выпячивает его вперед она очень сложная это понятно когда начинаешь слушать что это виртуоза играют и аранжировки потрясающие но она с такими точными легкими и прозрачными мелодиями все прозрачными это не значит нежными музыка громкая музыка громкая яростная даже местами но настолько мелодизм не то чтобы традиционный но не выдуманный не надуманный а легкий гармонично все очень мелодия следует логично следует по гармонии и никаких диссонансов вот в мелодических нет никаких таких острых пиков просто очень красиво логично и в хорошем смысле слова поп то есть по сути это поп музыка потому что она запоминана запоминается ее можно напеть насвистать легко и легко и и запомнить не нужно мне копаться как-то она доступна она в этом смысле проста для восприятия но очень при этом очень-очень там много все и это вот много всего одно не специально сделано да не кажется что музыканты решили вот продемонстрировать как мы умеем вот эту вот эту простую гармонию мы сейчас обыграем так еще добавим еще тут уменьшенных аккордов туда-сюда это ничего подобного все есть все сложно всего много но все легко читается все очень кайфово и она настолько духоподъемно первая вещь world of adventures она вот другого слова я не подберу даже духоподъем у меня до сих пор просто легкие раскрываются мурашки по коже бегут когда я слышу вот эти вот вот эти вот слова у я children of the woodstock nation lost and peace and contemplation i'm back in the world of adventures длинное полотно грандиозное в этом смысле в смысле хронометража 13 половиной минут и инструментальное начало и из драматической части выходит в динамика уходит такая прозрачная медленная часть и начинается вокал стол то очень хороший тембур у него очень очень такой интимный душевный у него тембр мягкий как-то бархатный немножко голос очень красиво и тема разрастается все гремит грохочет ну но красиво да не ничего лишнего это рок все-таки отрок вудсток нэшн можно на вудстоке играли громко и долго и много и и настоящий рок до грандиозно из двух колонок когда валит на тебя просто вот эта музыка очень здорово и меняется как меняется гармония мелодия остается она идет сквозь все это полотно почти 14 минут на все-таки мелодия остается она не не гуляет никуда не уходит но гармония аранжировка из ментальной партии все это так работает фантастически а после этого пошли инструментальные куски atomic prince и колейдоскоп почти восемь минут atomic prince не скажу что это грандиозно и громко это просто очень красиво вспоминается камел там все что угодно караван как хотите но это так достаточно мощно и вдруг после этого мощно начинается арпеджио на акустической гитаре вторая часть такое ощущение что другая вещь началась это просто значительный такой кусочек гитарной музыки акустической не напоминает стива хэккета кстати говоря на мой взгляд здесь интереснее сыграно чем хэккет играл на пластинке фокстрот вон там баха образно играл бы начал с баха потом развил дальше здесь самостоятельное произведение такое и не как стив хоу хотя по манере гитарной игры и когда электрическая гитара оказывается в руках стол то она все время у него здесь он местами напоминает стива хау по острым своим таким пассажем дня дня необычным неожиданным таким взлетом гитарным очень интересно и после вот этого инструментального полотна большого голос judas 7 минут 40 секунд вдруг тяжелый рок пошел тяжеленный мощнейший сочнейший гитарный риф с басом с клавишами с синтезатором со всеми делами ударные молотят так что колонки мои выдерживают правда но я всем за них боюсь хотя зря боюсь они держат все хорошо ну такой вот головы с джут из достаточно мрачная вещь тревожная ну она и повествует о том что в общем все не так в мире хорошо хотя творчество the flower kings она направлена как раз на мир любовь и все остальное но вещь для тех кто любит тяжелый рок прогрессивный да так называемый это просто номер один сразу train to know ваш следующий номер изумительной красоты в среднем темпе с акустической гитарой с прекрасной мелодии и вспоминается там и канзас американский и что угодно из этого сектора там даст на the wind да но только это поинтереснее будет это гораздо менее попсовая история а очень душевная очень пронзительная со сложной ритмически выстроенной голосовой партии там именно и мелодически она красивая и ритмически она очень проработана необычно интересно oblivion road еще один инструментальный кусочек темп for the hero еще один инструментальный кусок кусища на восемь с половиной минут с очень крабливин road такая штука с саксофоном вдруг неожиданно появившимся здесь приглашенный музыкант играет на саксофоне очень хорошо очень какие-то джазовые такие парящие истории очень хорошо темп for the hero просто отличная отличная мелодия в гитаре и какая-то перекличка с кэмэл есть только здесь в 10 раз мощнее чем кэмэл играл кэмэл очень все-таки прозрачная такая прозрачная история а здесь достаточно все мощно но очень красивая мелодия там of the snakes на полторы минутки тревожная такая тревожная интерлюдия подход к чему-то значительному и правильно потому что my cosmic lover семиминутная песня наконец-то с вокалом с пульсирующим басом моторным таким my cosmic lover и просто понесся вот такой хороший сложный красивый яркий и оптимистичный рок вот что можно сказать очень очень тащит эта песня она мне очень нравится хотят здесь все здесь волос адвенчес конечно просто фух какая штука но если говорить о песнях а таких а рок-песнях то вот my cosmic lover конечно просто прет неожиданно и и ложится на ухо так что уже не выкинешь ее никуда очень здорово the wonder we will еще один инструментальный кусочек и big puzzle на 13 половиной минут в конце это уже классика это многочистевое полотно то есть люди слушали и любили и любят genesis yes emerson lake and palmer и развивают то что они услышали на альбомах этих замечательных групп не копируют ничего многие опинишь а это все сыграно это все раньше да сыграно но не это сыграно другое а это просто развитие того что развитие того направления в котором двигались и genesis и yes и emerson lake and palmer и rush там и все прочие сложные музыканты сложные да очень интересная вещь big puzzle просто просто вот по ней идешь идешь и не знаешь что за следующим поворотом тебя ждет но все логично все кайфово красиво и и самое главное что самое главное что не надо не заморачиваться все понятно я пошел пить пока